Всем привет! С вами Базилио, канал Фрешлайф28 и сегодня я расскажу вам о том, как добить последние килограммы. С этим сталкивался любой, кто стремится сбросить вес. В начале все хорошо, но потом вес уходит все медленнее и медленнее. И вот последние килограмм со складочкой застыли намертво. Что делать? Для начала давайте разберемся, в чем причина, а потом уже поймем, как с этим воевать. Одна из самых веских причин – наш гормон инсулина. Я уже записывал про инсулин отдельный ролик, вот тут. Можно посмотреть подробно, а сейчас я вкратце повторю про два свойства инсулина. Во-первых, он препятствует жиросжиганию, а во-вторых способствует жиронакоплению. И все было бы ничего, если бы одно и то же количество инсулина всегда влияло на нас одинаково. Отпустился инсулин ниже уровня, отметочки какой-то и мы похудели, да? Замечательно было бы. Но проблема заключается в том, что чем больше мы худеем, тем меньше жира в нас остается. И тем меньше инсулина нужно для того, чтобы остановить жиросжигание. Называется это чувствительностью тканей к инсулину или инсулинорезистентностью. А клетки нашей жировой ткани взаимодействуют с гормонами при помощи рецепторов. Гормон подходит к нужному рецептору, как ключ к нужному замку, да? И далеко не все гормоны вступают в контакт с рецептором. Сколько всего гормонов прореагирует с рецепторами, зависит от их чувствительности. Наглядный пример это когда вы после яркого солнечного света попадаете в темное помещение. Сначала вы ничего не видите, но спустя минут 5 вы уже спокойно можете различать предметы. Причина в изменении чувствительности рецепторов к свету. В случае с гормонами примерно то же самое, а чувствительность ткани к инсулину зависит от того, сколько у нас жира. Чем больше у нас жира, тем меньше чувствительность к инсулину. Чем жира меньше, тем выше чувствительность к инсулину. Что это значит для нас на практике? Прежде всего то, что чем больше мы худеем, приближаясь к заветным кубикам, тем сложнее становится жечь жир. Если в начале диеты можно было иногда съесть банан или даже что-то сладкое весь снижался, то к концу диеты это уже не прокатывает. Это означает, что того инсулина, который вырабатывается, теперь стало хватать, чтобы затормозить процесс липолиза. Это раз. Вторая причина – это то, что жировая ткань в нашем теле неоднородна. Как я уже сказал, на поверхности жировой клетки адипоцита есть множество разных рецепторов. Часть рецепторов отвечает за распад жира – это тот самый липолиз, а часть – за его накопление – липогенез. Не вдаваясь в подробности, я скажу, что есть бета-1 рецепторы, которые отвечают за липолиз. Они нам нужны. И так называемые альфа-2 рецепторы – они нам как раз только мешают. Как вы знаете, у каждого из нас есть места, где жир накапливается быстро, а уходит хуже всего. Вот эти самые места, которые определяются генетически и достались нам от родителей и есть скопление жиров, в которых альфа-2 рецепторов больше, чем бета-1. И вот вроде вы худели, худели, при том все это за счет тех мест, где бета-1 рецепторов было больше. И это было быстро. А потом все медленнее и медленнее, потому что мы дошли до тех мест, где альфа-2 рецепторов больше. Но и это еще не все. Есть такая штука, как десенситизация. На эти самые альфа-2 и бета-1 рецепторы действуют вещества катахоламины – адреналин и норадреналин. И десенситизация – это потеря чувствительности рецепторов к этим самым катахоламинам. Та же самая даунрегуляция. И подстава, кстати, редкостная. То есть чувствительность к инсулину, которая мешает похудеть, повышается, а к катахоламинам, которые помогают худеть со временем, падает. Вот отстой. И вот это все вместе и замедляет, и замедляет, и замедляет наш сброс веса, пока вы не упретесь в то, что называется вес встал или диетическое плато. Теперь, по идее, вы можете пересматривать мой старый ролик. В свете сегодняшних знаний я вам расскажу, как надо поступить. То, что вы с каждой недели худеете все медленнее и медленнее – это нормально. Это не значит, что диета перестала работать или то, что вы неправильно что-то делаете. Тот момент, что проблемные места уходят в последнюю очередь – это нормально. У обладателей шикарных фигур, которым от природы досталось тело с низким содержанием альфа-2 рецепторов, слушать не надо. Никогда не хватайтесь сразу за все рычаги, пытаясь похудеть быстро. Вы быстро сбросите первые килограммы, а потом вес встанет намертво, потому что из-за большого количества катахоламинов быстро наступит десенситизация. И рецепторы потеряют чувствительность. По этой же причине, чем более плавно вы будете понижать колораж, убирать углеводы, только спустя месяц-два подключать жиросжигатели, тем больше веса вы сбросите за один этап. У каждого это по-разному. Но когда все инструменты исчерпаны и весь встал, необходимо сделать паузу, то есть совершенно осознанно поднять колораж, слегка увеличить углеводы и набрать небольшое количество веса. Относитесь к этому как к этапу похудения. Делается это для того, чтобы вновь восстановить чувствительность рецепторов к катахоламинам. Как говорят иногда, отпустить рецепторы. Читмилы тут не помогут. Требуется запланированное, не пожирая все на своем пути, недели на две увеличение употребления калорий. Затем можно подключить жиросжигатели и создать опять дефицит колоража. Что же, как всегда, рад буду вашей подписке на мой канал. На ютубе он так и называется, фрешлайф28. Не пропускайте нового видео, ставьте лайки, дизлайки и делитесь этим видео и роликом с друзьями. Также жду всех у себя на сайте фрешлайф28.ру. А на сегодня это все. С вами был Базилио и всем пока-пока.